Ребят, хотелось поговорить сегодня о питании. Немножко о тех вещах, которые я когда-то понял, потому что прошло время, когда я уже был 105 кг веса, таким килипузиком своеобразным. Я начал думать о том, почему у меня одеваются ботинки с одышкой и почему мне дискомфортно. Благодаря, наверное, тому, что я все-таки набрал лишний вес серьезный, мне жена подарила абонемент Sportlife и мы решили, что я буду ходить заниматься спортом. Я начал заниматься спортом, пошел в тренажерный зал, нашел себе тренера и начал, в принципе, делать те вещи, которые были неправильными. Мне тренер говорил, кушай больше, чаще. Я говорил, как это, я пришел похудеть. У нас всегда есть стереотип, что если хотите похудеть, нужно не кушать вообще. Ребят, бред полный, поэтому давайте просто разберемся в тех вещах, которые на самом деле беспокоят каждого из нас, как быть красивым, молодым и стройным. Особенно уже сейчас это понятно мужчинам, потому что раньше говорили, что мужчина с крузом это прикольно, сейчас это уже не прикольно. Хорошего человека должно быть много? Наверное, не знаю. С точки зрения девочек, девчонки, сегодня начальщий день мы едим химическую пищу и у вас реально уже очень много проблем с химическим весом и дальше будет еще больше. Девчонка вообще обладает такими двумя классными качествами. Умни, красота. Если это все совместить, то будет очень круто. Но помните про ваши задницы, потому что мужчинам это очень важно. Итак, поехали. Сегодня я хочу вам показать те вещи, в которых я разобрался со временем и начал действительно пользоваться. И то, что мне понравилось. В первую очередь, давайте начнем с того, что лишний вес или питание начинается с воды. Вода, которую надо пить. И я, кстати, когда-то тоже не воспринимал значение темы воды в своем организме. В следующий день я реально разобрался. И каждый спортсмен понимает, что такое водный баланс. И очень много воды уплывается на тренировках. В тренировках, кто тренируется, обычно норма воды в день, потребляемость, она увеличивается. Норма воды вообще на самом деле в обычном режиме 30 мл на килограмм веса. Вопрос качества и количества воды, тоже многие спорные вопросы. Около 2 литров, ребят, 30 мл на килограмм веса. Частота воды, понятно, очень важна. Есть вопрос еще качества воды. Для меня на следующий день пиковым пониманием в качестве воды стало то, что я начал пить воду с минеральной композицией Coral Mine. Вот такая штука, кстати, очень удобная. Куда бы ни поехали, если вы там даже занимаетесь бизнесом, и у вас очень частые командировки, ребята, карманный фильтр, который вам позволяет всегда пить воду живой и щелочной. Я не говорю уже про структурирование, кальций в ионной форме, там, мягкость воды. Реально, крутая штука, которая помогает быть выносливей уже и намного энергичней. Потому что pH воды, это и есть насыщение крови кислородом. И любой спортсмен понимает, что кровь должна быть насыщена кислородом, чтобы хватало энергии, дыхания. И первое, что тратится при физнагрузках или ровных нагрузках, если вы занимаетесь спортом и бегаете, это кислород. Поэтому минеральная композиция Coral Mine, вот такой удобной бутылки без химии. Я сегодня, кстати, это не сегодня, я вообще, в принципе, все время пью воду с этой бутылки. И потому что я себя полюбил, поэтому полюбите себя тоже. Дальше поговорим о том, что многие люди говорят о белках, о протеинах. И я, знаете, я тоже покупал очень много спортивного питания раньше. Потому что мне сказали, что нужен белок для строения мышц, клеток, еще чего-то. И для веса, для поддержания белковой диеты, об этом очень много говорится. Но на самом деле белок и углеводы должны идти вместе и просто нужно питаться более качественно. Поэтому есть понятие, как белки и углеводы, да, и жиры. То есть, да, очень много сейчас пищи, трансжиров, пальмового масла. Это все полный бред, который нас разрушает. Поэтому, с точки зрения углеводов, вот я сегодня взял те углеводы, которые называются сложными. Сложные углеводы, это те, которые усваиваются длительное время и не перевариваются, и не перерабатываются в сахар очень быстро. Потому что это гречка. Одна из каш, которую вообще полезно кушать, она богата микроэлементами. Мы сейчас не будем об этом говорить, можете почитать. Но это сложный углевод, который можно кушать, ну, я не говорю там жрать по ведрами, а реально кушать. Причем, если вы будете кушать 5-6 раз в день, у вас все будет нормально с метаболизмом, с водным балансом. Это то, что является сложным углеводом. Если говорить о простых углеводах, это сникерсы, да. То есть, сникерсы это тот продукт, который нам в рекламе говорят, что это энергия, драйд, ра-та-та-та. Ребят, это буквально 15-20 минут усвоения, вы наелись, и вам потом опять хочется кушать. Ребят, на самом деле, самая вредная шоколадка в мире, которая только может быть. Хотя вкусная зараза, да, то есть, и нам этого хочется бывает. Но сникерс это то, что очень быстро усваивается, мы вроде бы перебили голод, но потом опять хотим кушать. Поэтому сникерс выбрасываем. Дальше, это рис. Рис это тот продукт, который реально басмати, мне очень нравится. Длинные зерна риса и тоже сложный углевод, который очень полезный людям, который усваивается долго на протяжении дня. И вот я, когда готовился к соревнованиям на Европу, у меня рис, это был продукт номер один. И я ел 6 раз рис вместе с мясом, куриное филе, как правило, которое не дает нам... Там оно очень маленькое количество жира, но богато белками. Но вот эти вот вещи, они реально вам помогут. Причем рис можно готовить в разных этих блюдах, да, можно с грибами, с овощами, с изюмом. Ну, короче, рис это вообще офигенная штука. Кстати, очень классно, я еще ел с красной рыбой, мне очень нравилось. И так, это то, что касается углеводов, да, многие люди покупают гейнеры для того, чтобы набрать вес. Ну, это жировая масса, это, соответственно, что купить мешок сахара и кушать сахар. Тупо ложками. Начните кушать сахар, это гейнер. То есть, да, это дешево. Просто нам наложили это все в пакетики. И, ну да, кто есть худенький, реально им бывает нужно. Но один момент вы забыли о том, что набор массы, это процесс непростой. У кого есть конструкция тела, которая, ребята, не могут набрать вес. Но есть другие способы. Есть спорт, который никто не отменял. И есть аминокислоты, которые нужно добавлять. В спорт, видите, есть такое понятие, как BCA. То есть, да, это аминокислоты, которые имеют там несколько элементов усвоения, там, 2-4. Да, они работают на определенном уровне. Но для меня стало пиковым пониманием сегодня, это аминокислоты. Вот такие есть, как противники компании Coral Club. Это уникальный продукт, который на следующий день не имеет аналога в мире. Вот, разберитесь, почитайте, найдите об этом продукте. Ребят, за 23 минуты усвоение на 99%. То есть, о чем это говорит? О том, что эффект катаболизма 1% из 100. Да, это вообще уникальные вещи. Те, кто хоть как-то разбирается в спортплите, те меня поймут. Поэтому противники офигенный продукт. Одна капсула 10 кг веса, вы будете набирать массу. Буквально сейчас мой подопечный Алексей Бобырь 3 месяца взялся за свое тело. Плюс 8 кг веса. Хотя парень был худощавый. Я думаю, что фотку мы покажем прямо сейчас. Вот, посмотрите, какая фотка, какой он был, какой он стал за 3 месяца. Это то, что работает. Для девчонок, девчонки, вам тоже аминокислоты нужны. Для того, чтобы у вас целлюлита не было, вообще у вас должны быть и аминокислоты, и рыбий жир в сочетании. И кто кушает аминокислоты и рыбий жир, целлюлита не будет. И не важно, толстая или не толстая. Но если вы хотите похудеть, ребята, добавляйте в свой рацион коралкарнитин. То есть, это чистейшая аминокислота, которая способствует вашему снижению веса. Поэтому, я не знаю, я кайфую. Это, во-первых, энергия, дополнительная еще к вашему организму и телу выносливости. Но еще и сжигание жира, причем качественное сжигание жира. Это не таблетки, которые нам предлагаются в интернете везде. Коралкарнитин – это продукт, который для сжигания жира, который реально очень круто работает и добавляет вам энергии. Поэтому, блин, крутая вещь. Но, девчонки, для сжигания жира или мальчишки, не знаю, и набор сухой массы, аминокислота такая же, как противики, только с добавлением. Давайте посмотрим, что у нас есть в составе. У нас есть здесь корциния гамбаджийская, которая способствует сжиганию жира и перебивает аппетит. Вы не будете есть ведрами. Реально, очень крутая вещь. Био-шейп – это стройность вашего тела, добавляет вам харизмы. Ну, и с вами будет прикольно общаться, когда у вас будет прикольная талия, прикольный силуэтик, ну и выносливость. Поэтому это, что касается белков. Что касается протеинов, которые есть в спортфите, очень много их есть, но для меня вот сейчас это новейший продукт, который вышел на рынке год назад. Буквально, да, еще и с разными вкусами есть. Это малина сегодня, как пример. Но есть еще и ваниль, и шоколад. Я не знаю, кому что нравится, я беру три всегда, потому что утром мне хочется малину, днем мне хочется ваниль, а на ночь, как всегда, хочется шоколада. Но есть шоколадный вкус, и это всего-навсего. 195 килокалорий на порцию, ребят. Это, я ем больную порцию, это 400 килокалорий, три раза в день, это 1200. Хотя, обычная норма 2300-2400, поэтому это, кстати, можно и диабетикам, потому что здесь идет натуральный заменитель сахара, здесь нету химии, никакой вообще. Это джимпитер, дефицитерный продукт. И один момент для всех, очень важный, пересол. Это тот коллаген, который усваивается на клеточном уровне в кишечнике. И это кожа, волосы, ногти, красота и молодость. Это витамины, пептиды и все, что вам нужно. Остегенно вкусно. Сейчас мы даже попробуем, как это работает, но не буду показывать. Я вот пользуюсь шейкером, здесь у меня молоко. И после нашей съемки реально второй мой завтрак будет этим коктейлем. Поэтому вот так порция молока, порция коктейля хватает на 4 часа по питанию, перебивает вам голод и, соответственно, еще и полезно и вкусно. А с точки зрения еще хотел добавить углеводов и сравнения с белками. Я взял яйца. После коктейля, если сравнивать с белком, который мы пьем или едим, мясо, мясо очень маленькое усвоение белка идет. Очень много это продукт окисления и продукт катаболизма. Яйца это самый усвояемый белок, в принципе, из социальной пищи. 42% белка из яиц может только усвоиться. Это максимальный показатель. Заметьте, 99% и 42% и 100%. Но хотя яйца тоже нужно кушать и это реально полезная штука, но здесь намного больше и качественнее это все работает. Поэтому яйца яйцами, а противистую не отменял, потому что норму всех микроэлементов мы получить не можем. Поэтому, ребят, вот так вот это сравнивается. Ну а бананы, это вообще крутая штука. Многие думают, что это классно на диетах кушать бананы. Ребят, один банан по калориям заменяет пирожок. Поэтому вот это 6 пирожков. Поэтому если вы хотите похудеть, ветку бананов есть. Не надо за день. Это очень много углеводов, которые перевариваются очень быстро в сахар. Да, хотя там есть калий, который полезен сердцу. Но калий можно взять в другой форме. Ну и бананы тоже можно кушать. Вопрос, насколько вы готовы жертвовать своим телом или насколько вы себя любите. Поэтому бананы никто не отменял и все продукты тоже. Спагетти, решил показать вам спагетти. Но спагетти, если хотите кушать, кушайте только из твердой сахарной пшеницы. Потому что это хоть как-то продлевает процесс освояемости на светочном уровне. И не быстрый переход жиры. Потому что сахар перерабатывается в жиры. А потом мы ходим и думаем, какой купальник купить весной. Потому что у нас реально ничего не влазит. Ни копа, ни ничего остальное. Поэтому, ребят, ну вот такие вот вещи с точки зрения питья, энергии, еды. На самом деле то, что здесь лежит, это реально уже такая нормальная, почти, не знаю, двухнедельная дозировка по еде для меня хватает достаточно полностью везде. Вы делайте свой выбор, на самом деле разбирайтесь. Потому что тот выбор, который сделал я, изменил качество здоровья, тела и энергетики в моей жизни кардинально. Поэтому добавляйте себе еще аж 500 с точки зрения энергии в спортзале. Это вывод молочной кислоты. На этом продукте очень многие стали олимпийские чемпионы и показали крутые результаты, чемпионы мира. Один из представителей олимпийской сборной по биатлону, Елена Петрушна, это продукт номер один. Это олимпийские чемпионы по гребле в России. Тоже, кстати, наш продукт, который реально помог им. Ищите в интернете, смотрите. Ну, а я буду с вами прощаться. С вами был Константин Норопольский. Будьте здоровы, питайтесь правильно и качество жизни ваше изменится. Пока!